А, уважаемые зрители, начнем с самого, наверное, вкусного. Закажи в Dode пиццы по промокоду CSGOPIZZA, получи DOTSTER и выиграя один из трех наборов на 24 больших пиццы. Проголодался? Да. А теперь, друзья, ну Вилат сказал вкусное, вот вам вкусное. Теперь самое вкусное, реально, друзья, матч, который вот-вот начнется. И, в принципе, наша студия аналитики склоняется, как бы, к победе команды ЕГЭ, но, с другой стороны, они склоняются к ППП-Патруль. Мы после первого матча, наверное, будем склоняться к победителю первой карты. Мы будем кланяться богам Counter-Strike, если нам хоть чуть-чуть покажут вообще, где искать логику в сегодняшних матчах, так как первая встреча была 2-0, и наша аналитика угадала результат, но не той команды. И здесь ровным счетом такая же история. Единственное, что можно точно сказать в оправдании этого матчапа, и в то, что ЕГЭ, скорее всего, заберут, так это их солидная история матча, их солидная история противостояния. Там 22 победы у ЕГЭ и 7 побед всего лишь по картам у команды 100 воров. Ну, на Инферно сейчас драка будет однозначно крутая. Опять же, там есть хорошие моменты у ЕГЭ в игре, есть великолепные раунды 100 воров. И, в принципе, я думаю, две команды уже в неплохой форме. Опять же, у ЕГЭ были проблемы с начала года, как и у многих коллективов после новогодних праздников. Потом этот тиль превратился в какой-то более постоянный момент. Ну, в общем-то, ребята из этого выходят. И все-таки они, по-моему, легче, чем все остальные коллективы пережили этот новогодний праздник. Ну, что называть праздником? Тут, на самом деле, с какой стороны посмотреть? Уже, в принципе, почти три месяца прошло со всего этого дела. И, в принципе, ребята, опять же, хорошо. По винрейтам, друзья, первая карта, выбор 100 воров, 40% винрейт за 5 карт. Об этом говорит HealthWork, 50% винрейт у команды ЕГЭ. Но здесь не все результаты, скорее всего, учитываются. И мы точно знаем, что ЕГЭ на этой карте выглядит хорошо. Да, весомый импакт в их игру вкладывает Церк, извиняюсь. И Бриз. Мы просто Фера обсуждали, я все вспоминаю. Там просто, если вы не видели, Стюи вчера, да, вчера? Вчера написал в Твиттер послание любовной о команде МИБР. Типа, ребята, вам надо собраться и жарить, как раньше. 120 назад. И сегодня, да-да-да, и сегодня вот пару, не знаю, полчаса назад Фер Стюи написал. Желаю тебе того же, дорогой друг. А у нас пока что GGBet придумал 1-7-4-2-0 на 100 воров. Но, в целом, я согласен, хотя мне без разницы, я на этот матч не ставлю, потому что я не ставлю и начинается... Знаете, почему я не ставлю, друзья? Вот потому что вы, наверное, сами знаете, почему. Да, вы видели предыдущий БО-3. Ну, а у нас 100 воров вчетвером выходят на банан. Пятый недалеко, это GKS. Да, в принципе, да, будут просто ломать точку бетом. Два опорника, хилпа. Хилпа номер 2, это Станислав с флешкой и китами. Ну, вот, как бы здесь все на стрельбу, полностью на стрельбу. Пистолетчики серьезные играют. Тарик плюс Бриз. Бриз вообще звезда пистолетов в этой команде. Под Бриза кинули Морик, он ушел за второй. Б2, он за Б2 и флешка, в принципе, была флешкой. Ё-й-й! Па-па-па! Пипа как попал! Вы видите, вот это флешечка! 100 хэдшотов просто залетело по ставарам. Я хочу повтор. Я хочу повтор. Это просто была нереально красивая. Посмотрите. Это Бриз убил? Да, да. Второго Бриз убил. И Тарик только по концовочке там минус 3 и выдал шикарное. Ну, красавцы, ребята! Вот это да, вот это выкуси Так, заявочка идет на то, что сейчас одна команда играет в масках и очках, вторая без Ну, это всего лишь пистолетный раунд, полный экономический от австралийцев Ну тут понятно, бомбы не было, придется все-таки немножечко побегать с пистолетами И уже в третьем все-таки попытаются ребята перевернуть Ну посмотрим, игра только начинается, опять же, после сегодняшнего первого БУ-3 Которая начиналась, по-моему, с учетом 5-0 в пользу Liquid Вообще уже ничего не хочется говорить Да, тут без прогнозов пока что Все прогнозы, друзья, на Гизмедиа гуглим А у нас попытка законтактировать с Бананом Неплохой, кстати, контакт получился Опасно попали по Итану, но дальше Итан спокойно после дыма в дым справляется с Джейком Раздамажил яму, серьезное попадание по Лезу АДР-0, но тут АДР на самом деле уже куча К 100 ворам тут три вопроса, а не 100 вопросов как надо Как быстро Gratisfaction превратится в Gratata Как быстро Эйзер начнет аимить так, как он это делал на Бласте Ну вот как раз у него единственные фраги для команды 100 воров Четыре игрока пока что без фрагов, ну тут только пистолетка была и полная эко И вот ждем первый девайсный сейчас важный момент для воров на своей карте Нужно действительно как-то переворачивать со старту эту экономику Два Юмпика Фамос, два Фамос Эмка в руках команды ЕГЭ Хороший набор гранат, у Итана только смог и молотов Ну в общем-то на все хватает И что, это пуш нуля? Ну через Gratata занимают Банан Молик машина как обычно Врыв от игроков обороны Ну Gratata потушился, его прикрыли Но Тарик умудрился проползти в упор Видит соперника Тарик Это фэтл эррор в исполнении Эвил Джинниуса С попыткой занять Банан на третьей скорости Приводит к тому, что в общем-то база Б пустая И можно думать уже о сейве на счете 2-0 Закрывается база, оборона будет угадывать Максимально игнорируя происходящее на базе Б Там уже дым падает на КТ Станислав дает молотов И уходит сразу же на базу А Даже Drat, скорее всего, не будет за базу Б Возможно, атака сейчас нашифрует себе что-то Из разряда Там трое и уйдет на А Там Молик, дым и флэш Как-то подозрительно, да? Да, там похоже на... На самом деле похоже на ловушку Но с учетом того, какое численное преимущество Находится у команды 100 воров Выбор выхода уже, я думаю, для них очевиден Там либо на ловушку, либо на то, что один раскидывает И, в общем-то, просто он напугает Да, и просто уходит Ну, в принципе, они считают поведение оппонента Возможно, считают Просто раскидывают все очень уверенно Взорвали первый Да, флэшка в упор Выход на базу Б И вот так вот за счет Возможно, оправданной агрессии Но не уверенных отчасти действий Без антрефрага команды ИГ отдают раунд Даже не попытавшись за него зацепиться Ну, видишь, они все-таки пытались свои юмпики Там на ближние позиции поставить Там в упор Сразу занять хорошее расположение по карте Чтобы где-то девайсы реализованы были Чат пишет Чат пишет ловушка Джокера Но сегодня уже была ловушка От мексиканского Джокера Марки Просто марки Ну и у нас сейф От команды ИГ Первооружейным неплохо Играют 100 воров Но опять же здесь Очень простая ситуация для атаки Девайс 100 поваров 100 поваров Ну это опять начинается эта тема Какая? Повар спросил у повара Нет, со 100 Предлагайте ваши варианты Хорош Я бы назвал свою команду просто 300 И все Давай без рифм Вообще просто 300 Окей Итак, ребят Респаун, кстати Обратим внимание Респаун атаки Что там у защиты У защиты, по-моему, ближний Турботяги в чате пишут 100 пивоваров Ну У кого чего болит Как говорится 2-1, друзья 2-1 Давайте смотреть Смогут ли сейчас ЕГ Реально сыграть в раунде Потому что в прошлом раунде Они сыграли только на банане После чего вообще не играли И тут настал момент Истины Прямо с первых секунд Идет занятие дуги На этот раз Не перебрали с агрессией На банане Ребята из ЕГ Да, но атака свое Все равно получила Добревен заняли До стенки Тоже дым лежит Он Ну пока только дым Выигрывает время Ну и хаешки пока Без особой Какой-то эффективности Там взрываются Особо не по коцам Там у Лиа за 3 хп Отлетело Одно хп у Гратисфэкшна Еще одна хаешка Залетает Уже третья По-моему Но пока все Все мимо Вот защита Остается хае у Бриза В руках И у Станислава Без халявных действий Со стороны соперника Без поддавков Как в прошлом раунде Трудности сразу У команды Стоворов В плане принятия решения Оооо Как красиво Пытались подсадиться Шикарный вообще Дэмэдж Диленка от Итона Подсадочка за Б2 Скорее всего Да, все Закрытую оборону Сейчас будут играть Прямо сюда как раз На тройку Еще и на тройку Ооо Тут можно перетягиваться После этого А тут и в центре Молотов залетел Опасность А чем потушить? Ну есть чем Короче, закрытая оборона Команда ЕГЭ Действительно вышка И пока в принципе Так и выглядит Ну знаешь 5 в 2 на Б Всегда выглядит перспективно Для атаки В теории У опорников Ничего не остается Здесь у нас Итан Итан без гранат Но посмотри какие позиции Итан на тройке Как бы и он вряд ли Хотя сейчас посмотрим Залетит ли коктейль Правильно просто Ну и Итан в итоге Просто стоит в коктейле Флешки залетели Б1 упало Итан Ну вот несмотря на все Казалось бы Преимущество Которое было Проблемы все равно Парни получили Церка подловили Прострелом И последняя надежда Это Станислав Станислава Уже ожидал Джекс Как видели Джекс вовремя Кстати по таймингу сыграл Понимая что соперник близко Ну пока тяжеловато Да Ребята Мы с командой ЕГЭ Отличный раунд Для 100 воров Все-таки пора Уходить на экономические Раунды ЕГЭ И уже там Брать авики Церку И уже с нормальными Девайсами пытаться Быстренько вернуться По счету Пока флешкам Команда 100 воров 100 баллов Можно ставить Просто это флешки Испортили вообще Все на базе Б для приема И игрок на тройке В блайнде остался Игрок на единицу Упал за единицу Выдало свое место Положение Короче Полный хаос был У них есть раунды Да Они делают раскидку И играют Б контакт Вот 100 багов Пишет в части Человека И получает за это Награду 700 700 Чего я не знаю До сих пор не разобрался В этом твиче Ну и вот флешки Сразу же отметили Отметил ESL Не зря Определенно не зря Хороший выход На Б показали Давайте Вот в этот момент Падает единица То есть он падает Его слышали И фокус уже был Как бы по позициям На планте Даже если бы там Была позиция Не тройки И бы два Даже если бы Это были гробы И еще что-то Все равно Закончилось бы так же Только с одним Может фрагом Преимущество для оборона Все-таки знаешь Так без гранат Даже вдвоем На планте Очень опасно Оставаться Учитывая Какие девайсы Были в руках Надо было Или помощь Зала Звайтом Третьего Пораньше Ну Какой-то легкий Раунд Получился Все-таки для стоваров Просто протаранились Ноги И точку Б Неплохие гранаты Полезу Не дергается Нет Одного красного Одного красного Подрезали И Нет Не разобрались Нормально Кстати Три в три А ну-ка посмотрим Один красный Возможно Есть эта информация Ну Подожди Тут еще обезопасились На всякий случай Там уже с ковров Идет тарик Были бы деглы Были бы деглы Не было бы Вот таких Неуверенных Медных Чудействий Но и Семка Есть красный соперник На самом деле Человек с ковров Если бы был с девайсом Все было бы очень круто Но он без девайса Как видимо И попытка перестелять Заканчивается фиаско Для двух пистолетчиков Брис последний Киты забирают И надо уходить Там одному даже в дымп А киты были были Ну в общем-то Все Эмочку сохранить Играть следующий оружейный раунд Агрессивно сейвит Он знает Что там все раздамаженные Понимает Что отстрелить их Это Дело чести Там уже все ушли Через ковры Да Все через ковры Максимально быстро убежали Не забирает Но И не умирает И не умирает Что тоже очень-очень важно Гратисфэкшену Тут респект Распетлялась ситуация На базе А выжил 2% здоровья Осталось после всего этого Давайте посмотрим Увозоход Ну и здесь переводочка Очень четкая Но на деле Был бы третий На фиг знает Чем бы это закончилось Так что ЕГЭ По факту осталось Только угадать Выход от соперника И они уже Я думаю Созрели к этой идее Или Дигл Еще один Да Там на точке Ну что же Церк с ИВП Это мы ожидали Ну и вопрос Куда же пойдет Церк Центр Центр У него респаун был В первом раунде Пока 49 Идер Против него Градота Позиции закрыты Полтора чисто Дом занимается Быстрым темпом От игроками атаки Уже ковры заняты Уже под простелы Но Брис уже тоже Все это было готово Ну и выходить Сейчас Как бы сейчас Я не знаю Как сейчас этот дуэт Будет работать Непонятно Церк уже вернулся Щелкнул ковры Уже смотрит мидл В этот момент Остается Брис Здесь на сигарете Ну и перетяжка нужна Станислав летит На помощь через арку Да он уже закрыл Лонг Долго-долго Сейчас будет работать Атака Но опять же Красный игрок В шаге от того Он даже не красный был Он сотый Он вовремя ушел С ковров В итоге ковры закрываются Ну так атака Оттуда и не сыграла Хотя работала Как раз именно Над этими позициями Позднее выбивание центра Найстрай парни Там никого Так Ну и возвращаются Ребята на банан Ну и сейчас будет Выход в точку Б ХАЕ В исполнении Бриза На центре здесь в холостую Молотов защиты Ситуация аналогична Первому оружейному раунду Причем Стоваров вообще За банан не парятся Хотя не занимали его до конца Реально верят в то Что сейчас туда смогут выйти Не просто так По карте посмотрите Там пустая дуга Залетают смоки Один смог на КТ Залетает Аж почти с Теровского респа Вторая Это флешка на банан Ну и все Быстрая машина Литон не идет на помощь Он в арке находится Там уже Табун пробежал Остается Тарик Один на точке Без гранат Ооо Вот два минуса От Тарика шикарно Опять же Не считаются по карте Стоваров И несмотря на то Что из ситуации в меньшинстве Шансы удержать этот раунд И положить его в свою копилочку У австралийцев Весьма высоки Если сейчас Конечно будет фраг от Джекса И флешка Дает возможность Сделать этот минус Дальше Опасная игра на банане От Станислава Но он подставил только тиммейта Два в два За считанные секунды Церкс Коупи Джек все еще на дуге И я не знаю какой здесь Может быть лишь Церк Врасплох застал первого Гратота Граната есть Гратота Нет Церк его забирает Есть ли Дефьюз Киты Да Дефьюз Киты есть Церк в итоге берет раунд Но в итоге Красный Снайпер Сделал все важные фраги Где команда ЕГЭ Я не знаю Этот раунд Должен был достаться С товаров Ты говорил Не читается С товаров по карте Ну понятно Нет контроля банана Центры сами ушли И в общем-то У них и нет Никакой информации Они на центре Стояли И могли проверить Но они этого не делали Они уже поверили В то что это Там действительно Вот хилпа Как-то поздно стянулась И тут возникли проблемы Если бы Тарик не дал Два минуса Все Можно было уходить на сейв При этом там И шло к тому Что он фрага Не должен был дать Там именно кривота Дыма спасала Тарика В его позиции Ну и ударил он Действительно своевременно Но раунд по факту Должны были С товаров осилить Потому что все Складывалось как никогда Кстати Так вот уже три Вот это поинтереснее А они пытались Лол Они пытались пикнуть Попали на прострел Ну ладно Дали минус Церк конечно битый Ушел По пол хп Выбита у Итана и Тарика Но все таки Антрихил есть антрихил Ситуация 5-4 Банан продавили Но это не страшно Здесь опорники Остаются уже с гранатами У Тарика молотов Выбивание банана Здесь закрытие центра Также Церк Откинул Отошел Игрок атаки Не смог пробраться на центр Дуга только что Была вновь Выбита игроками обороны Ну и Церк играет Роль хилпующего Даже уже уходит на точку Возможно с кем-то Сейчас поменяется местами С Товаров скорее тоже пойдут Они видели дым Они понимают то Что он развеется И они смогут на машину Практически бесплатно зайти Тут подсадка будет В роли табуретки Используют Церк А нет Я думал он сейчас уйдет Но остается на Б Проблемка может быть Вот вновь это глухая оборона На второй стадии И вновь делай что хочешь Для СТоваров Идут на главку Опять Опять никого не находят на главке Вот с кем же они играли Еще в январе По-моему Или в феврале Короче То же самое делали в атаке Реально Коварили Коварили Стреляли Стрелялись Отходили Пауза Потом проверка главки Никого не находим Идем на бананы Здесь вот у них Такая же игра А там Церк уже смотрит Респаун Ох уж эти скрипачи Ну если что Перебежит на гробы Сразу же по первой инфе Туда ему залетает молотов Тут смог Ой Плэнти неудачно Сыграл игрок Церк Церк Он выжил Он выжил Ой-ой-ой Он еще выжил После такого Ну что С банана пойдет Хилпа Поэтому Церку Немножечко нужно Сэкономить здесь время И не умереть Болгарский перчик Ну неплохо Сыгран Он вроде бы Болгарский перчик Не жгучий Но жжет Вообще Аж страшно становится Просто Глаз попадет Вообще Ну что Флэшка Сити Два игрока Обороны с банана По идее Все есть Для того чтобы Еще и флэшка удачная Чтобы все это дело Забирать Играет Эйзер Нет Нет Станислав выключает Двух игроков Уверенное выбивание Подбирается естественно Снайперская винтовка Церк Красный Сыграл на себя Ну и здесь Здесь конечно Команда Сто воров Полноценный ответ Уже получает От команды ЕГЭ Которая Начинает понимать Как надо Действовать С таким соперником Бомбы работают На 100 воров Они много Бомб ставят По ходу Этой половины Ну пока Да Пока экономически Конечно Все вроде бы Неплохо Можно Взять сейчас Оставить ЕГЭ без денег Но Опять же Можно и самим Без денег Остаться Можно и самим Без денег Остаться Но с другой стороны Здесь да Здесь надо постараться Чтобы выбить экономику Из ЕГЭ Это еще раунд бонуса Почему нет Ну что же Посмотрим 3б Но теперь не столь Агрессивно действует ЕГЭ В отличие от предыдущего Раунда на центре Церк стоит С ВП по-прежнему Ну а здесь уже Пароход по коврам Здесь 3 ковры Плюс бомба идет Флешка Сити Тафу Тафе до Де Пиццу Несите У нас тут народное творчество Вот это провал Нет Церк Церк Очень уверенно Навелся на пас Понимал что нельзя Ему промахнуться В этой ситуации Перестроился На тебе прострелом Еще и флешечку лови Ай-яй-яй А я думал уже вышли Из флакати Ну и хороший шанс Уэйзера с Джексом Сейчас сыграет Джекс Эйзер установка бомбы В пленте Флешка залетает Прямо в лицо В Тарику В лицо В Тарику В Тарику В лицо Друзья Ну и тут финишируют Игроки Атаки Очень просто В итоге Церк все-таки Не удержал плент К сожалению Как раз вот его Этот мув на ковре Был по ходу Решающим в этом раунде Ну Это форс Это форс От ЕГЭ Минус вся экономика И в общем-то Равная борьба Продолжается Да Так кто там Это Брис на коврах Так сыграл Вроде все у него Круто было Ну что ж Хорош Хорош Туворов Стоял в упоре Соперник выходил в дым Но флешка все испортила Надо будет Пересмотреть этот выход Реально круто получилось У австралийцев Согласитесь Так Ну и давайте смотреть Что в очередном раунде У нас будет Поджим ковров Потихонечку Оформляется ЕГЭ Ой-ой-ой-ой Сейчас куча инфы Зайдет Может вернуться Все-таки кому-то Через респаун Назад на точку Но хотят поиграть В поджиме Нет Но тут цель стоит Определенно Какая Они хотят сразу Понять кто где Никто уже перетягиваться Не будет А оборона База Б просто готова Молибойлер Ну Там Джекс В такой глубокой обороне За сторону атаки Что по-моему Станислав Беги Пытается разводить Он там Настолько Глубоко В респауне Просто Как будто Скоро он родится Обратно Надо команде Идти помогать Поджимайте Парни Поджимайте Используйте позиции Чего там ждать Нужно поменять Отправить одного на Б Вот классно Вот здесь Понимать Что может вернуться Команда И вопрос Ой-ой-ой Третий ушел дальше Церк Да И вновь Война Неприятный инцидент Для Церка Ну и Бриз здесь На самом деле На На растерзание Стоит В лучшем случае Два минуса Пау Ух Нет Лиас дает Сразу минус Станислав Но одного Может здесь Зацепить В теории Зверья будет посложнее Но одного Зацепил Одного зацепил Два в два Сделал Вновь опасный Размен Получили Стуворов Но у соперника Нет пушки в центре Надо вернуться Через ребра У соперника Нет пушек И нет времени А здесь готовится Заход в дым Первую вел Второй стреляет Дальше Лиас быстро Финиширует Забирать пушки Когда ты знаешь Что соперник Только в пленте И ты можешь Ворваться в дым И тебя могут не ждать Как бы ну Как-то по-моему Первый который подбежал Услышали Ну ладно Выход смог Тоже не выглядел Так перспективно Один просто увести Хотел второй сыграть Но не получилось Бывает 4-5 Пока сторона Атаки Действительно Выглядит удобной Для стоваров Но я уверен Во второй половине Все поменяется Ну пока похоже на то Но с другой стороны Вот где-то чувствуется Что где-то Стоваров Пока еще Чувствует соперника И в принципе Это их карта Ну давайте смотреть Что здесь намедли Фарм для команды Стоваров А это была коллективная Фотография команды ЕГЭ на базе А только что Работают маг-десятые Просто делают Всю работу вдвоем И будет установлена Скорее всего Очередная бомба Если раньше не погибнет Итан Трус 100 Нет Трус 1008 Пишет Первая карта 16-10 Вторая карта 12-16 Третья карта 15-15 И вин ЕГЭ На допах Где-то По ту сторону Сетевого кабеля Сидит юный Киберспортивный Романтик В будущем Писатель Фантаст Пиши книгу Про Ликвид Пиши сценарий К новым фильмам Киберспортивный Я кстати слышал Кто-то там Что-то про киберспорт Решил снимать В курсе Есть в фейсбуке Друзья Группа Где люди работающие В киберспорте Сидят общаются Обсуждают Разные тендовые темы И не только И там был От одного из Скажем так Активных участников Комментарий Вообще Ну кого-то позвали Ну вот Там консультации Какие-то Реально нет Ну все ясно Друзья Какое кино о киберспорте Какое кино о киберспорте Они себе там Дачу опять построят У нас пока что 4-6 Друзья Матч продолжается 1-41 Кэффцент дает Джи-Джи-Бет на ИГ И 2-7-4 На 100 воров И по-моему Парень там На вторую карту Парень по ту сторону Сетевого кабеля Где рисуется Кэффцент Видимо не смотрит Этот матч У нас Лезо взорвали Красиво Но Но дальше что Дальше что Это 4-4 И у атаки Все как было Так и осталось Только на одного меньше Ну что же Банан под контролем атаки 2-2 Стоит защита По точкам И в принципе Еди на АБ И заканчивая раунд Вот все что нужно Сейчас 100 воров Ну посмотрим Проверит Итан Ну уже видно Что не будет проверять Он этот уголок Даже и не собирается Ни один Ни второй Привет ребята Очень простой момент Для Джи-КМ И поджимает Это Это знаешь Это Железный костяк Базы Б У ИГ Так что было Это Это их презентация Небольшая У нас есть Вот такие игроки И такие игроки Ну что же Бриз остается один Можно где нибудь Засейвить пушку Здесь В яме По моему Кого-то выбили Да 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 Вот сюда и идет Бриз Сезешечкой Уса Давай Бриз Уса Да в яме пушку Ай ладно Я в шоке с моделек С анимацией моделек КСГУ иногда Вот По человеку попадают И такое ощущение Что ему сломало коленку И он погиб Бедняга 7-4 друзья И очередной важный раунд Для ЕГ Не берут сейчас Восьмой И возможно девятый Для 100 воров Это уже неплохая атака будет. Но да, появляется второй АВП в руках Итона. Ну вот уже с двумя авиками. Давайте посмотрим, готовы к этому 100 воров или нет. Это, кстати, может очень даже серьезно помочь с учетом того, что выходы играют 100 воров на последних секундах. И выманивают из соперника гранаты. Снайперская винтовка как раз сможет нивелировать это все. Преимущество массового захода парочкой с ног шибательных фрагов. Ну вот здесь не получилось у Церка, но тут, как мы видим, безопасная оборона изначально была запланирована. Кроме ковров, там Брис Лискова играет, но у него все расхвачено. Проблема. Это минус Церк почти сейчас был. И тут, конечно, браво. Эйзер. Эйзер. Пикс 15. И застает врасплох в итоге Тарика. А где? Где Церк? Игрок в дефолте. Это Лиас. Разбирается. Не понимает, где Церк. Церк в этот момент находится в планете. Лиас прячется. Приходит тиммейт. Посмотрите, какое давление просто на базе. И Лиас видел оппонента. Итан долго, конечно, шел на помощь. И Церк играл пассивно в этой ситуации. Можно, ну что, сэвить авик, что ли? На Б проблемы или на А проблемы? Или это вообще проблема у команды ЕГЭ? По-моему, это действительно большие проблемы. Они не отыгрывают так, как должны. Хотя карта показывает, что парни готовы. Онлайн? Онлайн-теория могучих темных лошадок всея киберспорта. Таня, по-моему, все идет как раз так, как и ожидалось. Я бы не стал 100 воров темной лошадкой, на самом деле, называть. Или как-то считать. Они реально очень состоявшаяся, сильная команда, которая просто не отличается суперстабильностью. Но любой топ-коллектив может удивить. Да нет, будет боевой, мне кажется. Инферно у нас. Посмотрим, конечно, что будет дальше. Ну, вот возьмут пятый. Пяти в защите, может быть, достаточно в этом матче. Ну, а возможно, 100 воров с этим не согласны. Конечно, свою карту будут вообще... Вот повтор Леза, смотрите. Игрок на коврах точно знал, где соперник. И посмотрите, что после этого произошло. Два века остались, да. Один в ренте прячется. А вот Церк, да. Церк убил малые. И никак не мог помочь. Коврам был в блайнде. Короче, ужаснейший момент для ЕГЭ. В плане взаимодействия они не лучшим образом выглядели. Но я думаю, что они должны попытаться наверстать. Да, против 100 воров. Вот, видишь, они не хотят играть вот здесь в шортом, в ближних позициях, потому что тут идет бешеная раскидка от 100 воров. Но все равно нужно действовать агрессивно. Зажимаетесь в планете. Это как бы ничего не меняется. От этого у вас, друзья. Вас просто закидывают гранатами, но только уже в точке. Неплохо растягивают и понимают, как нужно действовать на этой карте, ребята. И 100 воров. Вновь чрезмерный риск был на базе. Опять агрессию в доме показали игроки обороны. И атака, пока все эти позиции не проверят, вряд ли куда-то пойдет. Ну и тройка оставшаяся у атаки на банане. Хорошая граната. И очень, очень хороший демэдж получает церк. Дальше флешка, эйзер. Итан забрал все-таки Лиаза. Минус церк. Вот это трагическое истечение обстоятельств. Тарика спалили в точке. Он дал свой минус, но сможет ли принять второго? Сможет. Нет. Гратота не прощает сегодня. Это же инферно. Станислав ласт. И 1 в 2 для него может быть возможно даже самым лучшим в его карьере. Кстати, читает он перетяжку от игроков атаки. Но если даже 1 на 1 сделает, это уже медаль за отвагу. Сделает 2. Я ему Call of Duty подарю в стиме. Спину поймать бы. Какой это мог быть тайминг сейчас. Шикарный для него. Он еще такой же шикарный. Все, брат. Нет, не надо. 35 процентов. Он его троллирует, троллирует. Да не вытролли. Суббот, плен забрал пушку. 30 секунд до конца. Станислав подбирает СГ. В СГ есть хоть патроны? Есть. 22 патрона. Боже мой. Ну я бы такой ему СГ не оставил. И в итоге Станислав берет этот раунд 1 в 2. Вот вам и гра-та-та. Вот вам и 2 в 1, друзья. И знаете, недолго музыка играла, но долго сейчас Станислав ржал. Ведь такой раунд даже... Второй человек, который был без бомбы, вот он... Это его. Это его был мув. Он не должен был в эту линию. Он как раз должен был ожидать этого выпада с лонгой. И как-то так получилось, что просто выстрелился в рядочек со своим тиммейтом. Все такие пишут, плюс колда, плюс колда. Да у него уже есть колда. Он же из США. Из Канады, вернее. Зачем мне ему дарить колду? Но он мог бы мне, кстати, подарить Doom. Там сколько стоит Doom сейчас? Дорого, кстати. Я смотрел. Вы играли? А еще очки и Half-Life, да? Ох, очки не надо. Да не верю я в этот VR. Я, конечно, понимаю, что за этой штукой будущее, но сначала они должны эту штуку как бы доделать, да, не говорить, что вот покупайте, берите, давайте, да. Как и кино в 3D. Что там, одну игру за 20 лет сделали? Сколько там прошло? Банан пошел! И Тарик минус Эйзер. Гритис Фэкшн. Говорит, не буду сдаваться. Но надо отомстить. Да, все, ушел. Ушел с банана. В итоге один минус они только сделали. Ответка играется на... На планте один бриз. На долю этого парня выпало, наверное, все страдания их тренера, когда он наблюдает за тем, как по карте ребята просто рассыпаются в важных ответственных моментах. И сейчас один из тех моментов, когда отдавать было нельзя. Минус деньги. Минус деньги для ЕГЭ. Сколько там лос-бонус? Совершенно другое макро тут должно было быть у ЕГЭ против 100 воров. Вот пассивная оборона видно, что очень плохо работает против таких ребят с такой атакой. И нужно было все-таки поагрессивнее принимать и центр карты. Но опять же, боялись этих раскидок парней. Но в итоге девятый раунд для 100 воров. Очередной сейф исполнения команды ЕГЭ. И, в общем-то, на последний раунд Тарик даст дроп, Станислав что-то докупит. Но все равно такая некомфортная ситуация по закупке будет у злых гениев. Ну и шанс заработать десятый раунд появится у австралийцев. Это действительно хороший момент на своей карте. Но как бы даже с пятью можно дать камбэк в второй половине. Если все пойдет со старта, круто, опять же, пистолетка там не отдать, форс, взять первооружейный и сравнять счет. Но это будет тоже непросто. Смотрим. Дисфекшн будет очень много решать в защите. Мы сегодня смотрели, да, я тебя понял. Но вот, Санни, мы сегодня с тобой наблюдали за матчем предыдущим с Волл Пэтрол. Там на самом деле Ликвид тоже все свели к дефолту. Ну, более-менее играбельно получался счет. Но не смогли ничего во второй половине сделать. И как бы ЕГЭ бы не оказались в такой же ситуации. Все может... А потом на трейне? Ну да, все может на самом деле сложиться так, что вторая карта и для ЕГЭ может оказаться последней. Так, Итан, шикарный тайминг и важный минус против Льеза. Размен на Банане, но опять же Банан под контролем атаки. Ну, по крайней мере, сейчас Мидл там пытается играть агрессивно. Ну, сейчас посмотрим, как Джекс играет. Все раунды он нормально ходил и все проверки заканчивал с результатом. Здесь что-то побоялся идти. А, он, думаю, он направо хотел... Он проверял, кстати, подсадку. Он вряд ли, вряд ли видел, там не видно, ты же за фонарем, там фонарь кроет голову, поэтому Джекс вряд ли видел, но смог перевестись, попасть. 24% осталось. Они весь год делали этот мув. Станислав неплохо. А вот такого отпускать уже было нельзя. И еще и Бонду выбивает, знает, что Джекс находится в коврах, Джекс падает, Станислав мутится в ковры, ну и Джекс тут как бы... Там уже Эзера потеряли в этот момент. Ну, тут как неваляшка. Его ждут, его ждут. Куда не пойдешь, везде, да, везде ждут. В итоге 9-6 заканчивается. Заканчивается эта половина. Хороший результат для команды из Австралии. Реально показали свою атаку, несмотря на вот это вот начало. Знаешь, мы могли получше. Я думаю, они недовольны, что 9-6 получилось. Да, они могли 11-4, 10-5 сыграть. Они могли вообще закрыть, судя по тому, что мы наблюдали большую часть половины только за проблемами команды ЕГЭ и как таковой игры там не было. Но пара выбиваний в принципе сделала свое дело. Свои раунды ребята забрали. Теперь вопрос к атаке. Какая она у них? Своё дело сделал Станислав. Вот однозначно. Он и клатч вытащил важнейший один в два просто. Это ещё вот раунд вытащил у австралийцев. И я не знаю, что они сейчас должны сделать. Тут написано, нос болит. Удивительно. И ноге больно. За ЕГЭ болеть прикольно. Человек пишет. Ну, наверное, со злости ногой в стенку. Ну, ребят, тут что поделать? Карта Инферно, выбор... Сегодня патрули уже вон, отпатрулировали Ликвид. Прикинь, заканчивается группа, значит, североамериканская. Первое место с Вол Пэтрол, там второе место с Товаров. Почему бы и нет? Твист в Твиттере пишет. Я не играю, пока не пройдёт пандемия. Я не хочу играть онлайн. Вот неправильно сразу в чате поправляют, как правильно. Я бы для вас даже это сказал, но не могу. Я же тут не один. Если бы ТАФ и не было, я бы по секрету вам всё рассказал, а так не могу. Что там пишут? Там пишут, что Церк сделал дело. Но Церк первую половину реально ему не везло. У него было реально много моментов, где не повезло. Все остальные его эпизоды, где он мог сыграть, понятно, что они закончатся неудачно, потому что ты остаёшься один против двух, против трёх игроков. У него таких много ситуаций было на базе, а вы их видели. Поэтому если от Церка что-то и зависит в этом матче, то вторая половина это как раз то поле, на котором надо будет играть. Первую половину уже всё, про неё можно забыть смело. Но по логике да, могли австралийцы и больше взять. так же, как и команды ЕГЭ. Продолжается стихотворение и сегодня какой-то вечер киберспортивной поэзии. Друзья, сложно. Просто сложно подобрать слова к одному слову всем известному. Я пытаюсь, но не могу. С ногой мы приду. Где колда? В стиме. У Активизн. Где Call of Duty у Активизн? В Баттлнете, по-моему. В Баттлнете, да. Тоже есть. Ну, ребят, честно, этот матч пока довольно интересный. Первая карта сразу показывает свой боевой счёт, такой дефолтный для Инферно, счёт 9-6, который ни о чём не говорит, что ещё здесь может дальше. Но по игре, да, 100 воров выглядели неплохо. Вот вопрос, какова будет атака сейчас у ЕГЭ, и как отыграет защита Gratisfaction. Если это будет типичный Gratisfaction, он здесь действительно может закрыть вопрос. Кстати, Инферно играли в Катовице, в Катовице, извиняюсь, 16-12 оно закончилось в пользу команды ЕГЭ. Карту нюк отжали, ребята, 100 воров, 12-16, и да, с 2 закончилось 12-16 в пользу 100 воров. То есть, согласно матч-хистри, ЕГЭ должна отомстить, но согласно практике и общему результату 22-2-7, у 100 воров там шишка нагрелась очень сильно, аж болит. И вот, собственно говоря, пожар случился в первой половине. Вроде бы, хорошее начало, но тут же показали, что, ребята, вы, конечно, зря согласны с нами играть Инферно. Местами как-то не получалось, как будто не проснулись ЕГЭ, там как на Б, так и на Апленте. В общем, целостная картина так и не прорисовалась у нас. Ну и коэффициенты, друзья, на первой карте, включая овертаймы, на победу, конечно же, 2-1 на ЕГЭ, 1-67 на 100 воров, но вот где-то как и счет у нас в матче, 9-6. Набор гранат у Станислава, 4 армора, такой сетап закупки у ЕГЭ, 100 воров, играют двумя флешками, смоком, ЦЗ-шечкой в руках Gratisfaction, и 3-B. Уже пошел замес на банане, залетел от Арифа, Уиттон забрал ДжКМа, и Лиас. Лиас. Ну тут комбинацией работает оборона, надо... Дыкой он прогнали. Опасная граната Дыкой. Иногда может тебя заставить уйти. Ну да, может так нормально погнуть. Он подумал, что флешка, но сразу же отлетел такой, оп. Ну и меньшинство, Тарик 20% здоровья. Баз, смотри, что происходит. Дают БМ. То же самое происходит, что было в... О, ну и тут на ЦЗ в итоге пришли на коврах, супер демэж дили, наформили по Gratisfaction, Гратата идет добивать своего соперника, в итоге забирает ЦРК, ЕГА провалились. Бэ пустой, подожди, тут еще 3-4 могут выиграть. Это Бэш отдали. На, провалились, они вообще могли этого не делать, просто подождать. Там парни сейчас говорят, ого, джекпот. Понимаешь, они вдвоем не убивают бойлер, потому что оба смотрят на ковры. Это шикарно просто. Ну смотрим с ретейком. Ты знаешь, есть такая группа энтер шикаря, вот здесь все энтер шикарно. Ну что, Итан, либо ты и Станислав, либо опять будете на Тарика гнать. Ты он сам тут, его никто не прикрывает. Нет, ну у него хорошая позиция, он по идее здесь даже двух человек должен будет пристрелять, Танислав там уже воюет. Но там Лиас, и позиция все еще Лиас, и ближнего заметил. Уоу, там Тарик навалил! Обсервер красава! Я просто все заметил, но повтор, 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 Где там Тарик? Там он на банане был. Он был красный, на банане против дуэта. Ну что же, отличная получилась пистолетка у ЕГЭ. Теперь главное не проиграть ЦЗшкам, возможным скаутам, но мы видим, что скаутов-то нет, здесь три ЦЗ, Дигл, и на Юспике остается... Пожалуйста, покажите, как Тарик это сделал. Сегодня как-то с повторами тут в американском регионе все не очень. в Европе как-то побольше у нас повторов показывали. Ну все, я все расскажу, я все расскажу Тарику, и Тарик будет доволен. Не показали, да? Тарик не попал, просто этот момент не попадет в аналы истории, естественно. Что же, ХЕшка под циркой на 40. Четыре игрока на банане, один под окнами, и, в общем-то, опорники даже не просят себе хелпу, уверены в своих действиях. Смотри, там опорник за Б. Что он там с гранатой делал? Очень уверенный парни, ну здравствуйте. Просто на шифте пришел и дал в лицо. Ай-яй-яй, ну что же, восьмой для ЕГЭ. Такое ощущение, что команда ЕГЭ заходит на план, знаешь, через катапульту, то есть там парня отправляют туда. Незаметно, незаметно зашел на базу. Так, ну, ЦЗ пригодятся в следующем раунде, в общем-то, еще один будет экономический в исполнении 100 воров, но, опять же, очень быстро по ходу ЕГЭ получит себе счет 9-9, если ничего там сверхъестественного не произойдет в следующем раунде. Ну и со счета 9-9 пойдет игра. Тут люди пишут про обсервера. Друзья, не гоните, просто чувак думал, что самый важный момент в этом раунде это перестрелка один на один, а не два в одного на банане. Поэтому и показывал. А может он вполне ожидал вот развязки опять же у игрока на гробах. Кстати, к этому шло, не факт, что там Тарик у него не фортанул. Там можно было и Станислава показать. Ну зато показывают вот этот выход на бэй с гранатой. Просто с гранатой второму в тело. Боже, это куча проблем. 8-9 в итоге на табло и счет нам намекает, что ИГ точно вернутся на 9-й, если, конечно, сейчас не произойдет какой-нибудь непонятный глюк в игре у ребят из ИГ. Но пока вроде в атаке они идут очень бодро. Три Галила, Мак-10, ИСГ в руках Итана. Ну и смотрим, куда он прилетит, будет ли смотреть банан. Нет, очень аккуратно. Вот так вот чисто на чек. Видит, что никаких гранат не вылетает на банане. Там простреливает машину, стеночку. Но пока что больше центром и поджимами от защиты занимаются ИГ. Ждут на коврах, ждут в доме, ждут в центре карты. Мы следим за бомбой одним глазом. И тому тоже с ИСГ далеко уходить не нужно. У него самый мощный девайс. Вот надо, чтобы кто-то рядом всегда был. Это Станислав, он бросил бомбу в яме. И, в общем-то, пока что такая вот небольшая проверка до конца банана. А дальше мы посмотрим, какое решение примут ЕГЭ. Но пока непонятно. В засаду идут! Вот засада может сработать, а может будет как рассада. Кто его знает, которую не поливаешь. А тут, может, еще на Б сыграется. Ты сейчас, смотри, главочка так привели. Ну, теперь уже все, уже даже нычку проверили на 15. Ну, просто все, бегите, бегите на базу Б, ребята. Но нет, команда ЕГЭ не ищет легких путей, как и легкие пути. Просто 5 на 5 замес на А. А вот это уже не 5 на 5 замес на А. Тут, скорее всего, они убегут в последний. Ну, 30 секунд остается. Надо запускать Тарика и играть. Вот это да! Вообще 2 в 2! Вот это настоящее! Один на... Все, один на один Станислав выиграл раунд. Вообще какая жесть произошла. Какой-то ковбойский беспредел только что был на базе, а. Причем, понимаешь, настолько все слоу-плеили, игроки оборону слоу-плеили пропуска, игроки атаки тоже сразу не стреляли. Они друг к другу... Вот что бывает, когда друг друга пытаетесь перехитрить. Происходит мир Дикого Запада только в CS GO на ESL Pro League и они на том самом телеканале. Ну что, появляются два авика. Один у ЕГЭ и один у Ставаров. В общем-то, дуэль вот буквально со старта мы сейчас с вами, возможно, увидим. Церк с хорошим респом летит куда? В мидл принимать gratis-faction, который не собирается никуда выходить. Ведь он уходит в первом раунде на ковры. Так, ну на этот раз банан является неотъемлемой частью стратегии от команды Ставаров и агрессия в том направлении уже принесла свои плоды. Ну, как бы, контроль получили, но атака не торопясь двигалась все это время на полтора, занят дом. Короче, каждый получил свой кусок пирога в начале этого раунда. Вопрос в том, вот как быстро созреют ЕГЭ для выбивания дуги. Так, ретейк банана вот-вот начнется. 4-1 расстановка в 100 воров. Нужно будет вернуться с ЖКМу на помощь к ЖКСу. Ну, он пока что такой в хелпующей позиции ждет инфы. Ну, все, прогнали там в плен пока что опорник и занимается потихонечку банан. Но это не факт, что еще до конца на АБ будут действовать парни Смоук в исполнении Таррика на лонг. А кто там Джекс с Джейком? Ну, кстати, Джекс последний турнир на лане, включая Котовец, выглядел не самым приятным образом. Очень много у него было брака в игре. И, как я понял, ему поменяли вроде немного роль. Так что может это тоже внесло свою лепту в его некую неуверенность. Потому что буквально полгода назад он был тупо фраг-лидером и это было не знаю, визитной карточкой команды. Еще тогда команда Ренегейт. Два смока, три флешки. Все, одного утащили игрока на точку Б. Б. вдвоем заходит еще и с минусом от Церка. Ну, все, можно убегать и заходить. Сейчас. Но там все через ковры. Там все через ковры и это, по идее, будет под коврами игрок. Да. Лиа справился. Ну, только двадцатка здесь может сыграть и Таня играет. 8 секунд раунд проигран. Это жесть. Это провал. Это порвал. Это смешной момент. Это провал, потому что твой мозг тебя порвал. Твои руки тебя не слушались. Эх, да и ковры это как бы узковато для выхода. Это как плоский юмор. Как мой плоский юмор. Это такой же выход. Не, ну, это тяжело, да. Ну, тут если бы хотя бы один пошел, там на центр дал флеш, хотя бы навесом уже, хоть как-то, хоть что-то. Так человек упал с двадцатки. Он даже не пытался проверить плент. Он просто сразу пошел под ковры, думаю, что заберет соперника. Короче, это трагедия команды ЕГЭ, друзья. И походу эта трагедия в трех частях сегодня будет. Первая часть это Инферно, как первая глава. Вторая часть будет следующая карта и гра-та-та-та-та-та-та! Следующая карта Детрейн, друзья, и Десайдер это карта Нюк. Если что, ну, прогнали опорников вновь с банана ЕГЭ, ну и походу сейчас, возможно, не так сложно будет действовать команда, а также, как и австралийцы, просто попытаются выйти на Б. Ну, Церк с авиком, там, уже шорт, уже большие, там, вот-вот убьет Лиаза. Ну, в последние секунды когда, конечно? Ну, смотри, вот стоило им в том раунде так рисковать, играть какую-то авантюрную... Церк не убежал уже. Ну, это ничего страшного. Ладно, авик отдали. Ну, смотри, они всей командой против одного Церка сыграли. Вот стоило при такой уверенной игре под базой Б за атаку ЕГЭ вообще бежать и делать вот этот вот мув. Да. Ну, хотели классно, красиво, но три ковры, ребята, ну, так надо уметь, надо знать. Меня просто, меня сожрали эмоции в этом эпизоде, а вот в этом это вообще. Там просто нужно было прыгнуть втроем вниз и просто разменяться в больших, и все было бы попроще. Прыгнули бы втроем, хотя бы вдвоем. Да ты там не прыгнешь втроем. Там вообще в идеале, чтобы выпрыгнуть, ты должен смог кинуть флешку, а они это делали голыми руками. Знаешь, как на трейне, на апдауне. Вот там вот. Нет, там так не выйдет. Только в тупичке вдвоем подпрыгнуть. Там есть просто мув, то, что накидываются флешки. Один падает в большие. Там еще какие флешки? Там как угодно. Непонятно просто как раскинуть, чтобы человек снизу под балконом был в блайнде. Ну, либо хотя бы там на какую-то сеть, ну, дезориентировался бы хотя бы на секунду. Там нужно, да, чтобы он хотя бы не больше одного минуса дал. Три на бет, два на центре, бойлер укреплен, на двадцати играет, гратота уже не играет. Сейчас церковь, может прилететь в спину там. Ну, Ильяс, давай, ты второй на двадцатке. А, тут уже Брис, все на месте, проверил. Хороший второй стрейф. Стрейф пулька сработала. Перекрестный огонь на центре карты. Молотов от Тейзера, но Тарик уже успел проникнуть на 15, не получил он урона от этого Молотова. Смотрит поджим с ковров, боятся, что кто-то еще там ворвется в спину. Мог зайти, была инфа. Вот это уровень. Это интересно, но вроде Бейзер дал инфу тиммейту, но сам как-то вот не смотрел на 15 и... Тарик. Повезло немножечко, что здесь не залепили, не за ваншотили. Бомб подбирает Станислав. И уже на банан летят втроем ребята. Но, правда, сто воров вроде бы вдвоем собираются. А, нет, они просто уже отбиваются от Тарика. Да, просто будут пытаться сейчас сделать необходимое количество фрагов, какие-то девайсы попытаться забрать. Слышат банан, да, уже пошел, ДжКС, ну, поздно, поздно, дружище, там уже смог, там уже все гранаты, там будет бомба для ЕГЭ. И, в общем-то, ЕГЭ вот-вот и вырвутся вперед по счету. 11-10. идентичная ситуация первой половине, я бы сказал. То есть за атаку каждая команда готова дурить другую сколько угодно. В первой половине тоже, обратите внимание, многие моменты заканчивались тем, что ЕГЭ приходилось угадывать, потому что соперник душил. И здесь тоже так быстро парни из ЕГЭ решений не принимают, пытаясь буквально заставить по карте носиться своих соперников. Еще и сейвы забирают. Но вот когда сейвы забирают, это уже вообще, это бессовестно. И Тарик выехал за своими двумя фрагами. Ну, правда, вот сейчас Джек сможет... Тарик! Вот это, говорит, ты что, воды хотел набрать в колодце? Ну, Джек ему все-таки ведро воды достанется. Плюс СГ! Плюс СГ, и он, собственно говоря, свой девайс нашел. В этом красавчик. Никто не пошел его забирать. В итоге 10-11 и один раунд перевеса за ЕГЭ. Игорь пишет, что еще не 12, а Слэма уже накрывает по чуть-чуть. Уже 52 минуты как бы по московскому времени. Какого там уже? Второго? Да, там уже почти час ночи. Да, так что давай. Не рассказывай мне, когда я тут уже... Что он написал? Когда не 12? Еще не 12. А я уже работаю. А ты уже вот как твой первый ник. Друзья, работаю только с эмоциями, работаю только с позитивными эмоциями, если вам как бы не нравится. Я могу комментировать. Я могу сейчас комментировать образцово, как это делают... Да, это по-доброму было. Смотри, смотри, как комментируют профессионал. Сейчас, сейчас. Очень важный момент настал в этом матче. 11-10. Великолепная команда. Стоваров принимает атаку на базу, а играть из фэкшн делает первый минус. Легендарный ретейк центра карты от защиты продолжается. Еще два фрага. Вау! Хотите так? Ну что же, 11-11, друзья. И, в общем-то, как-то вот с гранатами на шорт здесь вообще не получилось у ЕГЭ. И вот такие раунды сами они даже не пытались играть. Они просто убегали отсюда с центра карты. И первая пауза пошла у Стоваров, смотри. Смотри, первый налево-направо. Второй разменяю. Третий. Тут парни, нет, шикарный выход. Ничего не скажешь. Не, ну поторопились. Поторопились. И не ожидали укрепления. Мне кажется, знаешь, вот занятый банан, с одной стороны, он дает тебе какую-то свою прелесть. То есть ты там знаешь карту, понимаешь чуть больше, говоришь о сопернике, но с центром-то карты что делать? Я просто ору, как-то комментировал. Ты не ори, нормально все. Как мы назовем этого парня? Ой, сейчас угадайте, на кого косплей будет. Ну и тут 11-11. Надо посмотреть, какие сейчас позиции будут занимать. Очень, вот здесь очень важно. Это сильный игрок, он хороший игрок. Он здесь должен всегда играть сильно. Смотрите, сейчас будет. Вот, смотрите. Побежал на центр. Есть. АВП. Ну, минуса нету. Но он выстрелил. Офнись мне тут пишут, смотри. Кто пишет? Ну что же, пошел выход через лонг. Нормальная раскидка пошла. Правда, игрок на коврах немного опаздывает, как мне кажется, но, видимо, такой план. Там уже точка зажимается со всех сторон. Ковры, Бриз, ты где? Со своим акдесятым так нужен. Вот, он полетел. Ну, ИЗР уже готов его принимать. Но Бриз дал минус. Ну, вот здесь у него что-то руля не хватило, чтобы налево повернуть. Ну, 3 в 3. И в первой половине такие ситуации команда ЕГ проигрывала, когда играла ретейк. Посмотрим, на что способны 100 воров. Кстати, очень круто, что вот до такого доходит. Тут реально ты видишь равную силу двух хороших команд на, как бы, карте, на которой им комфортно. И в этом есть небольшие свои прелести. Ну, нет, уходят на сейф ребятам, они все-таки не хотят отдавать. Я отмечу, что они на сейф уходят еще намного раньше, чем это делали ребята из ЕГ. Но, вот знаешь, в оправдании ЕГ скажу, что в первой половине они, помимо того, что и в таких ситуациях оказывались, уходили на сейф, но они пытались угадывать. У них реально постоянно один человек либо укреплял А, либо сидел до конца на Б. И в конечном итоге их оборона пришла к тому, что 3-2 сидеть это лучшее, что может быть. И ничего не делать это тоже лучшее, что может быть. Такое ощущение, что, знаешь, что они пробежали перед этим какой-то марафон, там, приехали в какой-то аэропорт, вот и просто прыгнули, бросили вещи и сели играть матч. Вот знаешь, вот так, все, старт, парни, опаздываем. И вот только сейчас там пытаются уже за атаку потихоньку, грамотно действовать эти ребята. Действительно. За прошлый год мы с тобой посмотрели очень много матчей с этими командами, и они были на лане. И чаще всего первый игровой день этих команд на турнирах начинался, вот как ты говоришь. Прибежали, вещи кинули, сели катать, и ничего не идет, не получается. Но здесь, видимо, обе команды во второй половине начали играть. Так, гратота! Оп! Церк! Доставка гратота на центр! А вот и второй! С вас 40 гривен, друзья! Почти бесплатно! И без регистрации! Заказывай! 4 в 2, GKS, конечно, nice try, но чуть-чуть не хватило, чтобы остаться 3 в 3. Так, ну сейчас, может быть, Acer включится. Очень важный момент, Acer вообще без печали. Вышел на кафель, даже не парился, что там кто-то может быть. Пошли флешки, Бриз первый на выходе, Acer скомпрометировал позицию, уволил второго, третий разменял, два в одного, Льез последний, ну максимум сделал Acer в этой ситуации. Понимаем, что сделать там, там одного забери уже хорошо, тут забрал двух, и если бы выживал, то это была бы вообще бимба, но доигрывать придется два в одного, Льез, у него одна флешка, гранаты, и Тонеран для себя. И в дефюске ты. Там обидно для Zer, то, что еще куча гранат у него было, он мог там смачок обновить, но как раз, возможно, и хотелось, чтобы на него вышли и зажечь там, минус три дать, но не получилось. Минус Acer, 13-й раунд для EG, и у нас вот получается типичная Инферно, где рулит атака, причем очень неплохо, 9-6, напоминаем счет первой половины за 100 воров, ну и EG уже набирает целую кучу раундов. Потихонечку ребята чувствуют своих соперников, но вот по деньгам так и не раскрутились. Все-таки девайсы падают довольно часто, как у одной, как у другой команды. Есть хоть EG, ой, EG с товаром еще есть с чем драться, это кое-как, не знаю, спасает, возможно, их сейчас после такого лосс-бонуса. Ну да, сейвы, сейвы им, конечно. И смотри, решили 3-2 сыграть, тройкой решили занять банан сразу, но... Сам слепой. Но это, конечно, да. Сейчас флеш последний был, а Станислав. Это провалус, но гранатус от Джейкома сделал то же самое. И в итоге под флеш сейчас Итан пикает. Там флешечка Джейк. Жестко, просто жестко. Так, остановил весь этот врывчик. Ну что, получается, получается 4-3. Очень хороший размен для 100 воров, но опять же им нужен не размен, а выигранный раунд. Ну они на самом деле в шаге от выигранного раунда. Им главное сейчас не накосячить где-то под базой А. И там действительно закрытая оборона. Сейчас будет Б. Сейчас будет Б. Понимаешь, там еще такой нюанс, что снайпер Най, и если бы ЕГ сразу понимали, что он там есть, они бы, мне кажется, максимально напрягали уже эту позицию, после чего бы развернулся выше на Б. Но теперь им предстоит играть вслепую. Оборона воспользовалась, кстати, выигранным временем и успела укрепить базу. А что? На Б идут, они сразу там не просто так церка оставили. Им нужно тут сплит какой-то разыграть. А есть смок для сплита? Есть смок для сплита! А можно даже без смока его делать. Тут просто надо 15 убивать. И в итоге разменяли 15. Побоялся с бомбой. Два игрока остаются на... И Gratisfaction уверен, что он на центре? Или слышал? Старик! И все, и знает то, что еще один на Б. Три секунды конца на базе Б. Остается игрок за тройкой. А тут Тавик уже выходит и его проверяет. Номер три начинает шустрить. На базе А тоже один. И я не знаю, если норвежец этот раунд вытащит сейчас, то его команда должна будет просто, ну, сказать... Проверяют, проверять надо все. Сказать, кто это на Б. Это же просто пушка, бро. Нет, это не пушка. Это просто Джейком его разменяли. Простреляют. Прострелили сейчас. Тарик сейчас реально отвалилось, наверное. И вот сейчас тоже, особенно когда после флешки ушел. Кстати, манера действия Gratisfaction меня радует. Он не стал играть как-то по-хитрому, а сразу попытался под флеш порваться. Просто влетел, да. Да, иногда вот такое решение рисковое, оно может оказаться правильным, особенно если соперник смотрел бы в дым и ждал вас, то он бы получил блайнд, и вы бы его убивали. Ну, интересно, интересный, опять же, мув от ЕГЭ. Ну, ребята действительно уже перехватывают инициативу. И что остается? Четыре Famos'а с гранатами и АВП. ДжКМ без гранат. 3-2-2 на точке Б обороны. А Банан играет очень агрессивно. Вчетвером. Пошли молики. Ой-ой-ой, подгорает. ДжКМ сгорит сейчас. Он сгорит. 2 хп и дал минус. Да как так? А вот теперь сгорел. Ну, постарался. Трюк и сработало, но там Джейком 1 на 5. И по-моему, команде из... Команде ЕГЭ... А сейчас пойдет атака, да? Команде ЕГЭ нравится норвежца на Б просто не ощущает. Дым гробы, в тупик молик. И все, разменяли, прошли. Очередная бомба сейчас вот-вот будет установлена. Ситуация 3 на 3. Три Famos'а на ретейке, да. Надо выбивать, выигрывать время. На сейв нет смысла уходить и отдавать 15. Ну, есть, конечно, в этом смысле. Ну, минимальный экономический смысл есть, согласен. Но по игре стоило бы уже пробовать. Там есть флешки просто, гранаты. Нет, все-таки не рискуют. Все-таки хотят еще забрать свою карту, ребята. Ну и... Ох, как будет непросто. Три Famos, а что дропнуть туда? А это молодой Marshall Matters, друзья. Не находите сходств? Я вот реально с... Что у нас было первое? Blast был в этом году у нас с тобой первый. Крупный мы его комментировали. И там уже мы замечали сходства Леза. С Eminem? Да. На Reddit отдельная тема была там... Молодой? Да, там 900 комментов на Reddit было. Типа чувак на Reddit пишет, что это такое? Как это? Это как вообще? Как Лез превратился в Eminem? Так, стоп. Почему он похож на него? Так, а почему у него альбом вышел в этом году? И там дальше куча, короче, теорий пошла. Джекс красиво сейчас это... Красиво ушел в раунде. Но опять же его отвага в игре с ВП на коктейле Молотова она, может, и принесла один минус. Но после этого ЕГЭ вообще на легчайшем заехали. Так, 100 воров. К его тиммейту. Где банан, парни? Где банан? Ну, докупились. Докупились неплохо. Лос-бонус работал. Говорят, у них на Б банан. Ой, на Б. На оверпассе банан неплохой. Но здесь другой немного банан. Так, ну сейчас они не бьются. 3-2. Вновь будет такое укрепление шорта. Даже поджим по коврам идет в этот момент. Ребята расстрелили. Нет, не сильно. Попытка была, но... А вот это было больно. Это слышали. Нашили. Размен от gratisfaction. Здесь прием должен быть от бриза. Но изер его неплохо разменял. И есть все-таки плюс для 100 воров. И уже идет атака по банану. Там всего лишь два опорника. Тут даже можно и не спешить сейчас. В принципе, ЕГЭ. Но ребята собираются быстрым темпом все-таки пройти. У них АВП. Калаш из Гэшка. Куча гранат есть у атаки. Да и в принципе все. Уже пошел Станислав. Ну не такая уж куча. Хотя три дыма есть, да. Ну и тут до первой ошибки. Контакт Б1. Видели Церка. Все. Минус Церк. На реакцию хотел. Он еще мог, да. И прищелкнуть мог. Ну что, есть информация. Там второй. Вот это распетлял троечку. И за Б1 Джекс подрезает Станислава. К сожалению, размены ЕГЭ не получили. Церк 1 в 3. Ну знаешь, за попытку этого выхода однозначно. Респект парням. Все, Церк заберут сейчас. Или не заберут. Боятся Церк, ребята. Не, подхожу. Ждали просто гратота. Он накинул и пикнули в итоге по своему Церкви. 15-20. Короче, за смелость и отвагу вновь респект. Но как-то слишком рисково выходили. Ну меньшинство, что поделать. 15-12. И вот человек, который в чате писал 16-11 в пользу ЕГЭ, приветствую тебя. Ну было близко. Ты еще писал, что ты с места событий. Я еще раз тебя приветствую. Было близко. Ты вот последний раунд чуть не просчитал, а так неплохо. А может быть и не близко. Если сейчас, то воров немного подсоберутся, ребята. Ну и тут форсик. Форсик от ЕГЭ. Минус Станислав. Нет, все мимо. Он даже не дернулся. Так он сейчас отомстит. Это же Станислав. Куда? Куда собрался? Как он его подловил? Ну это просто жесть было. Ну и в итоге бандой заходит. Джекс кладет дым, но его расстреляли в свой. Он кладет дым, в который его же и расстреляли. Это то же самое, наверное, что даже сравнивать не хочу. А то опять забанят меня. Брис уже просто в Аркаде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, кстати, зря сейчас могут проиграться. Ужасная концовка вообще. Просто ну и ужаснейшая для... Трое в церкви. Что тут происходит? Как это случилось? Зачем вы пушили этот банан против... Ну да ладно. Возможно, не ожидали то, что там этот... Форс. Ну, получилось просто ужасно. Браво ЕГЭ! 1-0! Забирают карту соперника. Дали свой трейн, где придется начинать за атаку. Но как бы у них там тоже есть хорошие раунды. Раскидка, выход B. Все присутствует. И это, конечно, говорит о том, что у Стовора будет все-таки теперь уже точно сложно. И реально здесь 2-0 можно закончить. Но опять же, австралийцы с другой стороны все-таки могут тоже играть эту карту. И может быть они что-то интересное подготовят. Нет, ну есть и хорошие признаки для Стоворов. Я бы не стал их списывать на второй карте сразу. Потому что карта для них тоже более-менее близкая. То есть они играть умеют. Отметить хотел, что в этом матче обе команды сыграли хорошо. Но если сравнивать обе эти команды в начале их года на первых турнирах, то реально мы видим прогресс. Начало года было просто ужасно. Можно сказать, что атака ЕГЭ была побыстрее. И вот возможно это был ключевой фактор. Она была поэффективнее. Причем вообще намного эффективнее. Друзья, болеть нужно за любимую команду, а не простуду или гриппом. Но в этом вам поможет противовирусный препарат КГЦЛ. КГЦЛ болей правильно, имеются противопоказания. Необходима консультация врачей. Студия аналитики потихонечку готовится обсуждать. Потихонечку. Это инферно. А вы, уважаемые зрители, не знаю, пишите нам в Твиттер прогнозы. Потому что сейчас будет опять же весь этот перерыв. Пишите нашим аналитикам по хэштегу Майнкасс в Твиттер. Не надо писать в личные сообщения. Просто твитить. Твитить и еще раз твитить. И играть в CSGO. Чтобы ваши сообщения видели все. И развивали как-то эту тему. Передаем слово нашим замечательным аналитикам, друзья. Ну и ждем ваше мнение вот здесь в интернете по поводу карты Детрейн. Что там будет.